Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня в рамках программы «Путешествие в мир космических исследований», которая проводится факультетом космических исследований МГУ имени Ломоносова и департаментом образования города Москвы для учащихся и педагогов кадетских классов города Москвы, то есть школ, участвующих в проекте «Кадетский класс» в московской школе, у нас проводится встреча с Героем России космонавтом Александром Ивановичем Лазуткиным. Наша аудитория – это педагоги, как я уже сказал, школ, участвующих в проекте «Кадетский класс». Я пару слов просто скажу, что мы с Александром Ивановичем познакомились во время празднования Дня космонавтики в президентской библиотеке. Выяснилось, что мы, так сказать, соседи по району, и Александр Иванович проводит очень большую работу со школьниками. Вот у него только сейчас закончилась встреча со школьниками, он сразу пришел к нам, поэтому спасибо ему большое. Надеюсь, наша встреча будет интересна. И вообще просто программа эта является началом нашего сотрудничества с Центром Патриот Спорта и школами. В следующем учебном году она продолжится, поэтому очень хотелось бы по итогам нашей встречи получить отзывы и ваши предложения. То есть мы проводим ее, конечно, в условиях ограничений. Встреча планировалась, что состоится в МГУ. Будет точно и будет, так сказать, возможность пригласить школьников, но сейчас вы сами знаете, какие обстоятельства. Поэтому еще раз большое спасибо, Александр Иванович. Мы рады вас приветствовать. Можем встречать. Я тоже рад поучаствовать. Во-первых, увидеть знакомые лица. Сказать, что да, мы познакомились в библиотеке. Все у нас хорошо. Я с удовольствием принимаю участие сейчас вместе с вами. Слава Богу, что... Это я сейчас так говорю. Такие условия, когда мы дистанционно встречаемся. Потому что... Почему слава Богу? Потому что я только что с одними разговаривал. Нажал на кнопочку, я теперь с вами разговариваю. А ведь если бы я... Не было бы этих условий пандемийных. Какая бы группа отпала от этого? Пришлось бы ехать. Но очень намного приятнее. Сразу скажу. Ну, у нас, как сказать, программа научно-популярная. Она включала в себя занятия по математике, астрономии, мастер-классы для учителей, для учащихся. И вот, скажем так, научно-популярную часть. Александр Иванович, в общем-то, является руководителем научным нашей программы. То есть, очень приятно, что он согласился. И, так сказать, настоящий космонавт в Георуссии принимает участие и в этой программе руководит. Поэтому вот, пожалуйста, дальше я передаю слово Александру Ивановичу, наверное, про какой-то рассказ и вопросы, ответы на вопросы. У нас формат будет такой, в общем-то, домашний, потому что мы действительно знакомимся. И еще раз говорю, цель наша – продолжить это сотрудничество. Ну, если такой, то я просто вкратце расскажу, наверное, о себе, так как я, наверное, человек новый в вашей компании. Я действительно космонавт, летал в космос, летал на станцию «Мир». Как я себя называю таким, я доисторический космонавт, потому что я летал в прошлом веке. Полет, у меня был он единственный, этот полет, хотя я готовился и к полету на Международную космическую станцию, но там и не вышло. Полет был замечательный во всех отношениях, запоминающийся, наверное, всю жизнь запомнился, интересный. Все время начинают говорить о том, что вот я являюсь там человеком, который пережил самое большое количество нештатных ситуаций на станции. Ну, не я один, а у нас, во-первых, был целый экипаж. Во-вторых, я сам не ожидал, что придется мне это пережить. Во-треть, я хочу сказать, что ничего страшного с этими нештатными ситуациями в жизни не происходило, ничего страшного в них нет. Они случаются. Интересно, как человеческий эрганизм реагирует на все это. Как он боится, так он не боится. Где-то там шок наступает. Это у меня была колоссальная возможность, как это, очень хорошая возможность почувствовать всего себя, всю свою психику или психологию. Так возникает шоковое состояние, прочувствование, что нужно делать, чтобы там как-то выйти в шоке, прочувствование. Как я полетел в космос с человеком, который никогда не задумывался о том, что будут у него, то есть у меня, проблемы с психологической несовершенностью. Я думаю, что я с любым человеком могу найти контакт. Для меня все люди, это люди-братья, сестры. Но это бывший, наверное, поскольку. Так, кто-то там вмешался. Вот. То есть все мы одинаковые. Но когда я полетел, я почувствовал, что нет. Ну, это там. В космосе все пришло. Не то, что ощущение, а убежденность, что мы все-таки разные люди. Что самые страшные, вернее, самые трудные, это не технические проблемы, которые могут возникнуть в космосе или где-то там еще. Самые трудные, это психологические проблемы, которые могут возникнуть между людьми. И недооценка этих психологических проблем, она может привести, ну, в принципе, к срыву любой грандиозной операции. После полета я готовился на полет на международную космическую станцию уже. И мне хотелось, хотелось полететь. Ну, я понимал, что я ничего нового не увижу. Я был немножко даже разочарован тем, что мне не удастся ходить по Луне, потопать по Марсу. Такая мечта у меня была. Но я был этим разочарован. Но, готовясь ко второму полету, я подумал, а как, если я полечу, как я буду воспринимать полет в бездне штатных ситуаций? Вот это мне хотелось почувствовать. Но не дошел, меня сняли с подготовки, с проблем со здоровьем. И я уже вплотную подошел к тому, что начал заниматься с детьми. Были такие же встречи, частые, ну, такие же частые встречи. Там космонавтов приглашают какие-то школы. Ты там выступаешь, ты видишь, как дети радуются этому. Сначала это воспринималось нормально, а потом я подумал, что я вот приехал в школу, я выступил. Я какое-то, что-то хорошее, ну, надеюсь, хорошее в детях там зажег. Но потом-то я уехал, и они опять оказываются в этом жизненном кругу, в котором, который начинает их формировать немножко по-другому, чем бы я хотел. Я подумал, одной встречи мало, нужно несколько встреч. Несколько встреч, потом переросли в программы. И я начал заниматься вот этими образовательными программами для детей. Очень хотел и хочу создать такую программу, чтобы дети, дети, школьники, студенты смогли бы почувствовать то, что чувствовал я там, в космосе. Я понимаю, что не все туда полетят, практически, вероятность там, скажем, очень мала, мало народу летает. Но должны люди знать, что они живут немножко в другом мире, в другом измерении. Не в том, который мы здесь вот на Земле привыкли, к которому мы привыкли, мы считаем это нормой. Наш мир не Земля, наш мир весь космос, а мы только нашу Землю воспринимаем за наш мир. Это две большие разницы. Ну вот как-то так, если говорить о себе. Ну и до сих пор я нахожусь в поиске, до сих пор в творческом поиске. Программы делаю как для школьников, так и для студентов, и для молодых специалистов. Ну, мне нравится это. Вот если можно, я дополню, Александр Иванович, мы как раз на факультете космических исследований и обсуждали вместе с нашим деканом Василием Викторовичем Сазоновым именно создание такой программы, которая получила бы продолжение. То есть не разовая встреча действительно, она яркая и зажигает детям интерес, но действительно должно быть продолжение. То есть нужно объяснять, по моему мнению, детям, что для этого нужно. То есть нужна физическая подготовка, нужна моральная подготовка, нужна, так сказать, содержательная подготовка, технические знания, знания астрономии, математики и так далее. Поэтому надеемся, что мы такую программу или хотя бы приблизимся к тому, чтобы ее создать. И площадкой может быть Московский университет. Александр Иванович, вы, по-моему, еще ведете занятия в Туле, в Тульской области. Ну, это я в Тульскую область ежемесячно езжемесячно. Моя программа идет в Красноярске, в Красноярском крае. Она так, как «Космическая одиссея» называется. Уже 15 лет так она вот так вот гуляет по миру. Ну, в общем... Ну и вот в Москве у нас появились... Да, я сейчас просто хочу сказать, что цель вообще, опять же, этой программы, я хотел бы передать эти чувства. Но еще другая. Я хочу всем тем, кто меня слушает, школьникам говорить, заставить их учиться на отлично. Не с точки зрения, чтобы это было... А, престижно. Я вот учусь на отлично. С точки зрения, что все, что тебе дают в школе, все, что тебе дают в университете, все надо там как губка впитывать, потом это по жизни пригодится. Сам я жил немножко по-другому. У меня были любимые предметы, были нелюбимые предметы. Я считал, вот, о, я вот хочу быть этим, и я вот этим буду заниматься, а вот это мне не нужно. Мне потом по жизни аукнулось. Много раз я встречался, и почему я убедился в том, что надо много знать, надо много иметь. И говорить взрослым об этом, это, скажем, не так эффективно. Но дети должны понять. Все надо учить, потому что все пригодится. Вот у нас появилась такая благодарная аудитория, потому что за время проведения программы, за время содержательных занятий, ну, как бы у детей появился интерес к этому. К астрономии, к математике, к научно-популярным занятиям. Это вот как раз учащиеся в кадетских классах города Москвы, специальность ВКС, военно-космические силы и РВСМ, пакетные войска стратегического назначения. Правильно я понимаю? Поэтому вот в Москве появилась такая у нас аудитория, с которой очень хотелось бы продолжить работать в новом учебном году. Ну, и вот от вас, уважаемые коллеги, по итогам нашей встречи, хотелось бы там тоже, еще раз говорю, получить и отзывы, и предложения по тому, как организовывать эти встречи со школьниками. То есть вот мы сейчас, в общем, обсуждаем, Александр Иванович рассказывает то, о чем он хотел бы рассказать учащимся. Да, ну, я думаю, сейчас у нас такая вот встреча, уж как мы можем пообщаться, то давайте пообщаемся. Ну, вот в разностороннюю подготовку, то, о чем говорил Александр Иванович, ходит действительно. Вот вы, Александр Иванович, не рассказали о том, что вы еще являетесь мастером спорта по спортивной гимнастике, да? Да, мастер спорта по гимнастике, первый разряд по парашютному спорту, парашютным многоборьем. Хотел заниматься боксом, заниматься каратэ тоже. Когда мы познакомились, мы это обсуждали, поскольку вот Александр Иванович и я, мы росли возле метро Щелковская, а там есть такой спортивный комплекс трудовые резервы. И вот я занимался боксом в трудовых резервах. Александр Иванович, да, вы тоже, наверное, туда ходили просто раньше. Я туда не ходил, это он построили уже при мне, а я ходил немножко подальше. У меня была, в общем, в другую школу. Другой резервы нет. Были слишком рядом для меня. Значит, их позже построили, да. Да, да. То есть вот эта разносторонность, подготовка действительно, видимо, характерна для людей, занимающихся космосом вплотную. Когда я начал работать на факультете космических исследований, я получил возможность профессионального и человеческого общения с людьми, которые в космосе были, которые занимаются подготовкой космонавтов в «Звездном городке». Вот Рустем Рамильевич Каспранский, он врач, да. Значит, мы с ним в прошлом году летом как раз тоже обсуждали возможность посещения школьников и участия в разного рода программах. Там тоже есть научно такие популярные детские программы для детей. Вы меня, пожалуйста, поправьте, если я ошибаюсь. Ну, по-моему, там даже вот есть такая программа, ну, школьников собирают, да, там, так сказать, они проходят такие физические тесты, ну, похожие на тренировку космонавтов. То есть, да, там вот как тренируются космонавты, какие делаются упражнения. Вот такая есть там программа. На день она рассчитана где-то, то есть там вот школьники могут на себе ощутить, как тренируются космонавты. Может быть, и об этом вы, если можно, расскажете. Потому что кадеты московских школ, у них в физической подготовке уделяется большое внимание. По-моему, да? Ну, наверное, ну, здесь. Рассказать о подготовке в отряде, да? Ну, например, да, вот как это происходит? Вы подготовили человек мастер спорта по спортивной гимнастике. Это, как бы, мягко говоря, там, не шутки. Вот. И вот с чего это начиналось, да? Вот вы зачислены в отряд космонавтов. А дальше что происходило? А дальше я становился обычным учеником, который должен ходить в школу каждый день. Это сколько вам было лет, Александр Иванович? В 92-м году я поступил, зачислили в отряд, это, значит, было 37 лет, наверное, 36. Вот. Садимся за партой, начинаем учиться, учиться и учиться. И есть, я бы так сказал, учеба в отряде космонавтов, ну, я бы никому не пожелал такой, такую ступеньку в это дело попасть. Потому что очень жестко там учат. Ну, по-доброму. Тебе, раз, большое количество знаний тебе буквально вбивают в голову. Ну, каким образом проходит, есть занятия теоретические, те лекции прочитали, есть занятия практические, ты это сделаешь. Потом ты сдаешь экзамены. А экзамены очень здорово отличаются от всех тех, которыми я встречался в школе, в институте. Цель человека, который принимает экзамен, не спросить тебя по билету и сказать, а, хватит, нормально. Не подыграть тебе в чем-то там, или, я не знаю, там, снисходительность какую-то проверить. Цель преподавателя найти то, что ты не знаешь. То, что ты не знаешь в этом предмете. И он роется, роется в твоих этих знаниях, усвоенных. И если находит, то тебя просто размазывают так по столу и говорят, ну, это плохо. В принципе, раз плохо, два плохо, и тебя отчислят. Вот, поэтому, я думаю, жестко экзамены принимаются. Самое такое большое количество людей, которые спрашивали, это был госэкзамен по подготовке. Он проходил в большом зале на сцене. Перед нами сидели сотрудники Центра подготовки, специалисты из разных предприятий. Он вмещает там, по-моему, человек 200. И они все сидят, смотрят на тебя. И каждый может задать вопрос. И оценка твоя сформируется не на основе ответа на билет, который ты вытащил и начал разговаривать, а в целом. Экзамен продолжается долго. Один раз у меня был экзамен, он шел, я начал, начал, когда когда начался матч сборных Бразилии и России по футболу, закончился, когда этот матч закончился. Все это время я отвечал, отвечал, отвечал. Я просто отвечал на фоне этого экрана телевизора, который в беззвучном режиме показывал этот матч. Поэтому в этом плохость подготовки. Тяжело, в общем тяжело. Дальше есть интересные вещи. У нас есть специальная подготовка, которая завязана на то, что нас учат летать на самолетах, прыгать с парашютом. Мы выживаем в различных климатических зонах, где-то там еще под водой плаваем. Это такая отдушина. Но это тоже за все приходится сдавать. Везде ты сдаешь экзамен. Парашютные прыжки. Я мог уже получать удовольствие от этих прыжков. У меня их было до 150, и я их не боялся. Поэтому, когда началась у нас парашютная подготовка в Звездном городке, в центре подготовки к космонавтике, я подумал, ой, какая ерунда. А там на тренировках, на этой парашютной подготовке, присутствуют психологи. И они тебе дают задачки. разные. Это могут быть математические задачки, логические задачки, какие-то еще задачки, которые ты должен решать. Там, пока летишь, не открывая парашюта. Когда волнуешься, вот я снимаю шляпу перед теми, кто в отряде начинает прыгать в первый раз. Потому что они сразу окунаются в эту программу. Они должны в свободном падении решать задачи. Я сказал, что мне нравились прыжки. И у меня, когда была первая такая задачка, я выпрыгнул, мне нужно было лететь 40 секунд. На 40 секунд я должен был решить 6 примеров. Арифметических, простых. На Земле я их для фона, для сравнения, я их решал за 18 секунд. Так мне нужно было четко прочитать этот пример и сказать окулип. Третий классник может решить эти все примеры. Совершенно спокойно вышел, посмотрел, улыбнулся, думаю, да ерунда все, да сейчас прочитай, потому что я на Земле там за 18 секунд их решал. Я последний пример решил только на 40 секунде. Если бы, почему я говорю там вот этот, еще вот этот напряг такой, если бы я не решил примеры, мне бы поставили минус в моей жизни, вот в этом прыжке, в этом упражнении. А минус, это значит не 5. Ну и таких, в общем-то, таким этапом у нас жизни складывается в этом отряде такая подготовка. и она начинается с момента поступления в отряд и заканчивается за день до старта. Мы тренируемся постоянно, мы постоянно находимся в этом режиме, когда тебе задают вопросы, ты должен быть готовым к ответу. Вот такая она у нас. зато скажем. Так что, если кто-то хочет, милости просим. Но зато после того, как это все вот тут вот в голову вбили, тебе становится легко жить. Ты знаешь много. И ты только тогда, вот я только тогда понял, что знание – это сила. Знание – это все. Чем больше вы знаете, тем вы сильнее, тем вам интереснее жить. Мой совет – учитесь. я считаю, что это обязательно, да, нужно слушать, слышать школьникам, да, то есть мы действительно отрабатываем некий формат общения со школьниками. Я, в свою очередь, опять же, вот общаюсь со специалистами из «Звездного городка», ну и, так сказать, там, хотел, вот детям нравится этот пример. То, о чем сказал сейчас Александр Иванович, вот индустрия компьютерных игр, да, она сейчас, так сказать, захватила большую часть пространства информационного и привык, ну, так сказать, по своим доходам они давно киноиндустрию опередили, Голливуд тот же, но вот сейчас разработчики компьютерных игр, симуляторов разных, они, в общем-то, бьются за то, чтобы передать эмоции. И основная эмоция, за которую они бьются, это страх. то есть, там, да, вот имитация гонок, например, ну, так сказать, одно дело перед монитором, человек там, да, на гоночном болиде достигает скорости там 300, ну, 300 километров в час, там, например, да, ну, подумай, что он там не справился с этим управлением и сошел с трассы. Ну, ничего страшного, это же игра, а в реальности такое себе представить сложно, да, ведь это уже на уровне перегрузок, насколько я понимаю, что там, да, там нормальному человеку в голову не придет садиться за руль машины первый раз, да, и достигать такой скорости. Вот они пытаются передать эту индустрию страха. Это касается спортивных симуляторов, да, скажем так, там, единоборств тех же, например, несколько боксеров, согласились там стать персонажами компьютерных игр, и участвуют в этом, ну, ясно, что, опять же, там, человеку в голову не придет, в общем-то, выходить в ринг с Майком Тайсоном, да, так вот, в реальности, а в игре почему нет? И вот я хотел спросить, Александр Иванович, а сейчас в Центре подготовки космонавтов, ну, наверняка, конечно, усовершенствованы симуляторы вот эти вот, да, и удается, как бы, передать близко хотя бы вот ту атмосферу, ну, те обстоятельства, ту скованность, которую вы испытывали в космосе. Или все равно, вот, вы понимаете, что это, понятно, что это тренировка, что это тренажер, можно постучать там или дать сигнал и сказать, что хватит, да, я просто потому, что я когда первый раз увидел модуль, в котором вот Валентина Терешкова совершила полет в космос, рядом с ним вот я там постоял, мне стало страшно просто, да, что вот, нас как, нас, ну, во-первых, учат на той технике, которая, ну, на реальной технике, если тренажер, то он на все 100% похож на космический корабль, да, и все, что внутри у него, у него все точно так же работает, только на корабле, корабль там, благодаря этому летит, а здесь тренажер, все похоже, похоже до того, что, когда ты, ну, это рассказы людей, вот у нас тренировка проходит по, под водой, мы отрабатываем действия в открытом космосе, то есть, как мы должны работать на поверхности станции, то есть, в скафандрах, все, вот, и, значит, под водой, когда мы работаем, мы окружены атлангистами, которые обеспечивают нам эту работу, там что-то подтаскивают, что-то там следят за безопасностью и так далее, вот, там в космосе вот это остается, и многие космонавты говорят, мы открываем люк из модуля, чтобы выйти, и, первое, что мы ощущаем, немножко некомфортно, мы не видим этого водолаза, и так прям хочется узнать, а где он там, он должен быть, вот, но это к тому, что очень похоже, все, но космос ничем не заменить, с одной стороны, что касается космического корабля, когда я сел, уже в реальной корабле, вот у нас шла предстартовая подготовка, то есть, мы на старте стояли, это первый старт моей жизни, я не знаю, ни разу не был в этом положении, но когда я, когда я сидел в этом корабле, шли операции, там подготовки, шли какие-то команды, а я это все знал, у меня такое было чувство, что я не в реальности где я нахожусь, а там, на тренировке, но это у нас делается для того, чтобы, это на самом деле правильно делается, чтобы мы не сидели и не боялись в реальном полете чего-то, я сижу, и думаю, почему я не волнуюсь, потому что мне все знакомо, даже голос человека, с которым, с которым мы разговариваем, это наш инструктор, на старте присутствует, там сидит, в комнате оперативного управления, и все переговоры, все команды он выдает, а мы эти команды все слышали, его голосом, поэтому нам это знакомо, вот, но это, что касается тренировок, спасибо, уважаемые коллеги, я думаю, что мы сегодня, ну вот как в формате временном урока, наверное, да, повстречаемся, потому что и рабочий день, и действительно много времени не занимать, оставить, так сказать, что-то на следующий учебный год, поэтому, пожалуйста, вот, если можно, да, их можно писать в чате, вот, Александр Иванович, попросили рассказать о программе «Космическая Одиссея». В двух словах, «Космическая Одиссея», программа была придумана для того, чтобы показать старшим школьникам и студентам познакомить их с профессией космонавта, я взял весь этап от момента зачисления реальной такой жизненной до полета, он, там есть одна подготовка, вторая, третья, четвертая и сам космический полет, я смоделировал эту эту свою жизнь, создал эту модель профессии космонавта, и дальше запустил по ней студентов. Они у нас проходят медицинскую подготовку, их обследуют, они также какие-то там дисциплины изучают, это в ВУЗе, если это школьники, то мы, значит, делаем школьную программу, чтобы они там такое изучали, они сдают экзамены, лучшие отбираются. Провожу с ними тренировки на выживание, ну, то, что это просто. Им это интересно, как это все, мы можем поделиться опытом. Если есть возможность, мы организовываем для них парашютные прыжки, полеты на реактивных самолетах, если есть такая возможность, дальше лучшие отбираются, мы посылаем в звездный городок, там для них такая недельная программа, в которой им вначале рассказывают, что такое космический корабль, они знают об этом, ну, здесь уже как бы наяву, как он работает, их учат работать с пультом управления космического корабля, знакомят, что такое скафандр, знакомят со скафандром, и дальше, как и все космонавты, которые достигли своей цели, они совершают свой космический полет на тренажере в реальном масштабе времени, то есть, они садятся, отрабатывают стартовую подготовку, выведение, вращают, один оборот вокруг земли и посадку, в это время они работают, им дают всякие нештатные ситуации, о которых они не знают, естественно, но могут поработать, ну, потом они приземляются и все, вот, в принципе, это вот это, программы направлены, опять же, не на то, чтобы показать, какая хорошая профессия, космонавты, наоборот, мы стараемся, мы воткнули туда какие-то элементы, которые, после которых человек говорит, ой, если бы я знал, что это и есть профессия космонавта, я не пойду, я бы не стал хотеть этим, быть космонавтом, и это хорошо, но это так, в двух словах, у школьников она немножко другая, просто в силу того, что школьники с ними трудно, им трудно объяснять небесную механику, как летают космические аппараты, как летают все небесные тела у нас во Вселенной, но пытаюсь, пытаюсь это сделать. Так, ответил я на вопрос? Да, спасибо большое, Александр Иванович, и вот, скажем, программа, если мы там объединим усилия, программа путешествий в мир космических исследований встроится в программу космическая Одиссея, именно, скажем, с образовательной составляющей, такой, да, вот, занятиями по астрономии, математике, там, скажем, привлечением учащихся к различным конкурсам, вот у нас в университете есть воздушно-инженерная школа, которая, сейчас вообще создается всероссийский космический класс на базе нашего факультета, и вот туда мы можем записать учащихся, скажем, там, кадетских классов и встроиться, да, в ту программу, о которой вы говорите, потому что, когда, по-моему, объединяются вот эти вот направления, такое содержательное, ну, и образовательное, получается очень хорошо, по крайней мере, да, вот, и связь можно указать еще с вузами, то есть, там, да, если человек хочет продолжить обучение, да, чтобы он знал, куда пойти, да, чтобы он просто знал, куда пойти, мы его всячески поддержим, там, разного рода, ну, как это сейчас называется, портфолио, такой послужной список, да, вот, участие в разных мероприятиях, так, ну, вот, большое спасибо за такой отзыв, интересный формат общения, запланируйте такие встречи во время учебного процесса, ну, мы, собственно, об этом и говорим, с сентября по май, да, вот, мы обязательно это сделаем, поскольку сейчас вот заключается договор о сотрудничестве Центра Патриот Спорт и факультета космических исследований, также, пожалуйста, я приглашаю школы к такому сотрудничеству, это, так сказать, без финансовых обязательств, просто работа, совместная работа в сфере поиска и поддержки талантливой молодежи. Еще вопросы? Александр Иванович, у меня вопрос такой, короткий, наверное, и короткий ответ будет. Вот, с учетом вашего опыта, который вы прошли от подготовки, полета, вот, если бы назад время вернуть, вы бы пошли бы в отряд космонавтов? Спасибо. Ну, я скажу так, вот, вкратце, на этой дороге, вот, даже в момент, в период подготовки, есть моменты, когда я думал, если бы я знал, что будет так, я бы не пошел в космонавты. Даже, когда, вот, сбылась моя мечта, я полетел в космос. И там был такой момент, тяжелый, он физический, психологический был тяжелый. Когда я подумал, если бы я знал, что будет так плохо, я бы ни за что не мечтал бы об этом. Поэтому это было. Но, потом наступил еще один момент, что я понял, что за то, что я пережил, это стоило того, чтобы почувствовать себя там, в космосе. Вот. То есть, если раньше я думал, ой, как плохо, ой, я там много чего упустил по жизни, я не стал этим, я не стал тем, это мне предлагали, деньги большие. Я думал, я много упустил. Но когда я слетал в космос, я понял, что я много приобрел, отказавшись от этого всего. И об этом я не жалею. И даже о том, что плохо было, тоже не жалею, потому что все равно было хорошо. Спасибо. Еще вопрос, Александр Иванович, по поводу ваших прогнозов и вашего мнения по поводу полета человека на Марс есть у вас? Ну, сразу скажу, что я когда решался пойти в отряд космонавтов, я думал, я надеялся, что я буду участником полета на Марс. В экипаже буду, если я поступлю в отряд. Из технической точки зрения здесь сейчас ничего нового нет. Технику мы можем делать, которая долго работает. Мы научились бороться с нелесомостью, с этим фактором, который влияет на наш организм. И врачи знают, что будет и что нужно делать, чтобы ты остался здоровым. Мы практически все можем. Нам все известно, как долететь до Марса, как опуститься на него, как взлететь и вернуться. В принципе, у меня складывается такое впечатление, что все дело в первых лицах государства. Если там скажут летим, лет за пять, за семь мы всю программу сделаем. Мы готовы. Но есть только два момента, которые мешают, которые мы еще не можем обеспечить защиту от радиации в далеком космосе. Здесь на Земле мы пока летаем вокруг Земли под покровом магнитного поля Земли и до нас мало чего доходит. Но стоит уйти от Земли подальше, где нет магнитного поля Земли, мы оказываемся совершенно беззащитными перед той радиацией, которые там есть. Это мы еще пока не знаем, что делать. И мы еще не знаем об особенностях организма человеческого. Если не будет магнитного поля, как будет чувствовать себя организм? Если это короткое время, когда летали на Луну, улетали день, два, три, без этого магнитного фона люди жили, потом возвращались, это одно. Но к Марсу нам лететь девять месяцев, восемь, девять. Для того, чтобы вернуться, нам нужно шесть месяцев, полгода полетать вокруг Марса, это просто с точки зрения баллистики. Столько времени нам нужно лететь обратно. Два года без магнитного поля. Что в нашем организме, который приспособлен к этому магнитному полю, каждая клеточка у нас понимает, что такое магнитное поле. А если его не будет, что случится? Вот этого мы не знаем. Поэтому есть нюансы, которые мы еще должны узнать, но технически мы готовы по технике. То, что делает сейчас Иван Маск, говорят, что только он сделал эти ракеты, вернее, как только сделает, он сразу полетит на Марс. Не знаю. Очень сомневаюсь. Спасибо. Сейчас уже можно лететь на Марс. Техника готова. Международную космическую станцию пристыковали к ней двигатели, запустили, это не проблема, и она превратилась в марсианскую станцию. Спокойно летит. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну что, мы первый раз вот так вот встретились с таким коллективом. Большое спасибо Александру Ивановичу. Надеемся, что наши встречи продолжатся. Я в чате написал по свою просьбу прислать отзывы и предложения о нашей встрече, указал почтовый адрес, пожалуйста, это важно для, так сказать, отчетности, потому что Департамент образования города Москвы нас поддерживает, и, в общем-то, отчетность от встречи нужно предоставить, поэтому, пожалуйста, напишите. Еще раз, Александр Иванович, большое вам спасибо. спасибо вам за приглашение. Наверное, вопросов нет. Удачи, да, но если вопросы будут, ну, я думаю, что давайте сделаем из этого начала хорошее продолжение. в том или ином виде, мы можем работать в образовательных целях вот в таком масштабе тоже, в таком формате. Да, в нем есть свои плюсы. Действительно, это комфортно, что не нужно ездить. Вот, но надеемся, что образовательные учреждения, в том числе Московский университет, откроют для посещения, потому что, честно, соскучились мы по живому общению со школьниками тоже. Ну, тогда на сегодня заканчиваем. Всего хорошего. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Продолжение следует...